Аквапарк 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 В Череповце будет аквапарк. Такое окончательное решение было принято в марте 2012 года. Строительство и внутренняя работа будут вот-вот закончены. На сегодняшний день остаются небольшие работы и, как заверяют строители, все будет сделано еще до конца месяца. На данном этапе работы почти что закончены. Остались мелкие недоделки и окончательная уборка. Юка Пилтола – руководитель проекта, но он и сам участвует в работе. В частности, на данный момент он управляет роботом на дне небольшого бассейна в зоне саун. Этот робот чистит дно и стенки от грязи. Вода в бассейне в это время прогоняется через специальные фильтры. Аквапарк должен быть в состоянии полной готовности к эксплуатации на момент сдачи объекта. Кстати говоря, Череповецкий аквапарк – это целый физкультурно-оздоровительный комплекс с несколькими зонами для отдыха, для занятий спортом, оздоровления и восстановления. В аквапарке предусмотрено разделение по зонам в зависимости от возраста. Для самых маленьких – 25 сантиметров глубины бассейна. Для детей постарше – 60 сантиметров. Ну а для взрослых – бассейн глубже, а также массаж поясницы, плеч и джакузи. Какой аквапарк без водяных горок? На них смогут прокатиться и дети, и взрослые. Ограничение только по весу до 120 килограмм. В Радужном аквапарке уже сейчас готовы к спуску оранжевая и синяя горки. Одна длинная в 75 метров и 40-метровая спиральная. Центром аквакомплекса стал 25-метровый бассейн. В нем будут проводиться занятия плаванием и водным фитнесом. Там же будет установлено специальное кресло для людей с ограниченными возможностями, чтобы и они могли поплескаться в воде. Аквапарк спроектирован таким образом, чтобы стеклянные конструкции по всему периметру позволяли проникать солнечному свету в различные части комплекса. Радужный аквапарк должен стать для череповчан местом для активного семейного отдыха и развлечений. Ну вот, несмотря на то, что аквапарк снаружи кажется достаточно небольшим зданием, строением, судя по сюжету, там очень много разных бассейнов, разных зон. Но мы там будем чуть позже говорить. Все-таки первый вопрос по поводу планируемой посещаемости. 300 тысяч человек, откуда такая цифра? И немного ли череповца? Финские строители при проектировании этого аквапарка исходили именно из численности населения города Череповца. Они имеют большой опыт проектирования таких же аквапарков в Финляндии, где, скажем так, города небольшие, то есть несравнимы с Санкт-Петербургом или Москвой. Поэтому они приняли решение именно о таком количестве посетителей. И наши расчеты, в принципе, подтверждают, что посещаемость должна быть вот на этом уровне. Больше количества посетителей, но трудно обеспечить в нашем городе. А все-таки, когда делались расчеты, учитывался трафик только жителей Череповца? Ну, череповчане ездят на выходные в Ярославский зоопарк, да? Ждем ли мы гостей из Рыбинска, из Костромы, из Ярославля, будут ли к нам приезжать? Вы знаете, при предварительных подсчетах, даже для того, чтобы обеспечить вот эту посещаемость, скорее всего, что, да, придется заниматься организацией доставки потенциальных посетителей из соседних городов, из Шексны, Кадуя, может быть, в Вологда, Ярославль. То есть организовать именно туры. Ну, выходного дня, когда люди будут приезжать и отдыхать в нашем аквапарке. Хорошо, ну, вот мы посмотрели сюжет, там уже вода плещется, даже с горок течет. Вот какие работы еще необходимо выполнить, почему он не открывается буквально в эти дни, в дни города, и там не будет первых посетителей? Ну, достаточно подробный, на самом деле, сюжет, да, все видно, почти все показано, что там есть. Сейчас ведутся отделочные работы, их, на самом деле, очень много еще мелких таких вот работ. И то, что касается подписания именно документов, да, предъявления строителями заказчику, сейчас как раз вот эта большая работа и проводится. А кто будет принимать аквапарк? Ну, понятно, что финские строители, там, большой проект, ну, достаточно типовой, видели мы такие аквапарки и в Финляндии, и в Европе. Кто с нашей стороны принимать будет? Заказчиком является ООО «Сверсталь», соответственно, принимают работы представители «Сверстали». А качество работы проверяет? Строительный контроль. То есть тоже, как бы, часть корпорации «Сверстали»? Да, конечно. Замечательно. Вот сам аквапарк спортирован так, что у него очень большая площадь остекления. Не будет ли холодно в нашем северном климате? Ну, когда, я так понимаю, принимали решение о строительстве аквапарка, рассматривались разные варианты, да, то есть и в тендере участвовали разные фирмы, и, соответственно, если предлагался вариант с открытыми горками, тот, который именно больше размерами, может быть, да, то именно поэтому и был выбран именно финский вариант, потому что он компактный, закрытый. То, что касается остекления, это рассчитано именно на то, чтобы внутри аквапарка было светло-солнечно. Ну, собственно, у нас не так много в году, а обратная проблема – все-таки вода, это испарение, не будет ли стекла постоянно потеть и будет ли мутное все. Предусмотрена очень современная система вентиляции, кондиционирования воздуха, которая именно предназначена для того, чтобы поддерживать оптимальную температуру и климат внутри помещений. То есть исключено запотевание, исключено создание, образование, вернее, конденсата на кровле внутри помещения, да, на фермах строительных конструкций. То есть расчет сделан финской компанией именно для того, чтобы было комфортно посетителям, температура воздуха была, соответственно… Комфорт для посещения тоже. Хорошо. Вот мы уже знаем, мы об этом рассказывали, естественно, массовой информации, потому что в аквапарке все-таки будет небольшая открытая зона, то есть будет выход на улицу, там будет бассейн. Мне кажется, что будет все равно холодно. Небольшой уличный бассейн, да, он является такой изюминкой аквапарка. То есть у нас в городе нет таких, в принципе, бассейнов, где есть выход на улицу, да, можно выходить. Ну да, в Советском Союзе были в Москве, там бассейн в Москве, да, что-то еще, но потом не стало. Ну вот здесь именно из многофункционального бассейна можно попасть в уличный бассейн, он круглый, диаметром около 5 метров. Он будет иметь стеклянное ограждение, но на нем не будет никакой крыши. То есть можно прям под звезды? Да, то есть можно выплыть в этот бассейн и на улице находиться, в принципе, на свежем воздухе. Но в это время, в то же время вода будет теплая, то есть человек не будет ощущать дискомфорта. Ну интересная такая штуковина. Вопрос по поводу качества воды. Много вопросов в редакцию поступало о том, насколько это будет безопасно для посещения с детьми. Не будет ли запаха хлорки, испарения хлорки, как вода будет очищаться, это безопасно? Для того, чтобы уменьшить количество хлора в воде, предусмотрена система обеззараживания воды при помощи ультрафиолетовых установок. То есть мы рассчитываем на то, что применение вот этой новой технологии позволит все-таки снизить количество содержания хлора в воде. Запаха не будет. В настоящее время вода уже, в принципе, в бассейнах, вы видели, налита. Циркуляция идет, и очистка происходит этой воды. Но пока никакого запаха абсолютно нет, не ощущается. Были еще опасения о том, что как только аквапарк запустят, подключится система водоснабжения, напор воды снизится в Зашистинском районе, и будут еще какие-то проблемы. Ничего такого не произойдет? Все ли рассчитано? Да, что нет, конечно. То есть водоканал выдавал технические условия на присоединение. То есть все расчеты сделаны в соответствии с техническими условиями. Если говорить о безопасности, да, система обеззараживания воды мы уже услышали. Вторая – это такая непосредственно безопасность. Не будет ли скользкий пол, будет ли он теплым. Вы смотрели это? Ведь все-таки ходить по холодному полу не очень комфортно. Когда финская компания принимала решение, из каких материалов делать полы, ну и остальные конструкции, они эти все материалы согласовывали с заказчиком. Это ключевая была именно наша позиция, чтобы не было травмоопасных мест каких-то, да. И вся кафельная плитка, она выполнена именно из такого материала, который не скользит. Ну и в процессе эксплуатации, конечно, надо будет смотреть те места, которые, ну, может быть, будут вызывать какие-то опасения, да. Ну, это уже дальнейшая работа. Это уже в процессе эксплуатации будет заметно и видно. А так полы, они имеют водяной подогрев, то есть система труб проложена под полами не один километр, и они будут подогреваться. Ну, прям тропический остров будет на Череповецкой земле. Хорошо, в сюжете прозвучало и показали, что в аквапарке всего две акватрубы. Не мало ли для заведений, которые собираются называть гордо-аквапарком? Почему это не спа-центр? Почему аквапарк? Ну, на самом деле и спа-центр. То есть две горки, было принято решение о строительстве именно двух горок, ну, в связи с тем, что конструкция аквапарка позволяет разместить вот две горки, не больше, да. То есть если строить там три или четыре горки, то их размещение, ну, уже невозможно просто в этом объеме здания. То есть их нужно или выводить, или здание строить несколько раз больше. А то, что касается именно функционала аквапарка, да, там есть 25-метровый бассейн, который позволяет заниматься спортом, скажем, да, так. Ну, и многофункциональные вот эти наши бассейны, их несколько штук, в которых и джакузи расположены, и для детей, станции массажа, там и поясницы, и плечевой зоны. То есть он именно рассчитан на то, чтобы люди, кроме занятий спортом, получали какую-то релаксацию после рабочего дня, да, приходили. Саун, семь штук там, количество саун, да. То есть есть финские сауны с разной температурой воздуха, есть еще паровая турецкая сауна, которая, ну, хамам, так называемый, с подогреваемыми лежаками. Слышал еще про соленую комнату. Да, зона, скажем так, вот повышенной комфортности, зона СПА, имеет, кроме бассейна и джакузи, соленую комнату, которую, в принципе, у нас разрабатывал Санкт-Петербургский институт профилактической медицины. Они, как бы, основоположники именно этих соленых комнат, они их разрабатывали, и проекты, и мы их и наняли для того, чтобы они ее выполнили. Там предусмотрено именно посещение людьми, которые, ну, хотят оздоровиться в плане своих легких, да. То есть там будет именно воздух, насыщенный парами соли. То есть только соляные комнаты. Также там еще будет зона с барной стойкой, то есть там у нас размещен буфет будет в этой зоне. То есть можно будет не только плавать, кататься, но можно будет еще и перекусить. Отдохнуть там, да. Какая-то коммерческая зона будет, то есть магазины, сопутствующие товары, сувениры. Ну, на входе в аквапарк, конечно, там, да, предусмотрена стойка ресепшн, стойка кафе. То есть люди могут, не заходя в аквапарк, просто здесь же какие-то продукты или питание там приобрести. Столы, стулья там для них, как бы, зона кафе выделена. В принципе, можно даже не заходя в аквапарк, не приобретая билета, подняться по лестнице на балкон. И с балкона второго этажа посмотреть на купающихся там, оценить. То есть стоит ли туда идти? То есть кто-то, кто-то, кто-то там, бабушки пришли с внуками, внуки пошли купаться, бабушки могут вполне находиться на балконе. Ну вот даже не знаю, хочу ли я, чтобы меня смотрели в купальном костюме, когда я нахожусь внутри аквапарка за балконом. Хорошо, мы услышали, что будет и барная стойка, будет какая-то коммерческая зона, но ведь в бассейн с деньгами не пойдешь. Каковы механизмы оплаты услуг будет? Проектом предусмотрено и сейчас уже установлено оборудование, позволяющее посетителю на входе получить браслет, положить на этот браслет необходимое ему количество денег и пройти при помощи этого браслета через турникет в раздевалку. В раздевалке можно будет, в принципе, этот счет браслета пополнить при помощи терминала. В каждой раздевалке установлены терминалы. И с помощью именно этого браслета человек может рассчитаться за какие-то там продукты, напитки и так далее в зоне воды, где тоже также стоят вот эти вот барные стойки и предлагаются продукты питания. А внутри аквапарка зоны разграничены? Или ты вот оплатил входной билет и можешь идти хоть в 25-метровый бассейн, хоть в многофункциональную аквазону, хоть в сауну? Или это все-таки разные зоны с разной интрификацией? Ну, подразумевается, что человек приходит в аквапарк и пользуется всеми услугами, которые находятся у нас в 25-метровом бассейне, в многофункциональном бассейне. За отдельную плату мы поставили отдельный турникет для того, чтобы отделить зону повышенной комфортности. Там находятся две сауны, они по размерам не совсем большие, там на 6 человек каждая, небольшой бассейн и джакузи. Там же вот еще одна барная стойка, соляная комната, контрастная комната с холодными душами, комната массажа, там три массажной кровати установлены. То есть такой уголок СПА получается? Да, будет сотрудник, который там будет это все обслуживать, посетителям предлагать все эти услуги. Там предполагается, да, через турникет дополнительная оплата и вход отдельный. Ну, звучит все волшебно, прям хочется все бросить, уже прям бежать, начинать пользоваться своими благами. Когда же все-таки это реально будет доступно для горожан? 2 ноября предполагается открытие аквапарка, вернее не открытие, а сдача объекта от генподрядчика заказчику. То есть именно вот в этот момент мы говорим о том, что работы генподрядчик закончил компанию Хансастрой, заказчик принял объект в эксплуатацию, но затем должны пройти еще тестовые испытания. То есть эксплуатирующая организация должна обучить свой персонал, научиться работать на этом оборудовании. Финская компания предоставляет именно специалистов для обучения. И вот, скажем так, ну, несколько недель для этого потребуется. После чего уже могут, в принципе, эксплуатирующая организация может открыть двери для посетителей. То есть, скорее всего, уж к новогодним каникулам точно объект будет запущен, и мы сможем его посещать. Ну, я думаю, в конце ноября уже это возможно, да. Хорошо, ну, спрошу еще последний вопрос, он подходит к концу. Скорее всего, в этот чудный аквапарк люди будут приходить не пешком, будут приезжать на машинах. С парковкой проблема как-то решена, предусмотрены ли это проектом? То, что сейчас, вы видите, выполняется благоустройство территории, зеленение, парковки. Установлено два детских городка, детей для разного возраста. Количество парковочных мест там, по-моему, около 130, из них 10% для инвалидов предусматриваться. И благоустройство территории будет выполнено, ну, в зимнем варианте, скажем так, без зеленых насаждений. То есть, предполагается, что эта зона, она будет именно развиваться. В дальнейшем будут на территории, вот именно вокруг аквапарка. Новые объекты будут водиться. Да, и пруд с рыбками, количество, скажем так, зон отдыха увеличено. Летнее кафе предполагается установить с одной стороны этого аквапарка. То есть, дальнейшее развитие предполагается серьезное вокруг него. Ну, в принципе, должно пустырь, трансформироваться в некую зону притяжения, да, которые будут как магнит горожанин собираться и отдыхать. Ну, даже сейчас, вот когда поставили детские городки, уже, скажем так, прогуливающиеся мимо горожане наши уже заходят туда, все смотрят, гуляют вокруг. Замечательно. Хорошо, что наш город меняется и появляются новые объекты. Действительно, становится некой точкой развития. И, ну, это просто хорошо. Однако, время подошло к концу. Стоит только отметить, что лучше сегодня раз увидеть, чем, что раз услышать. Будем ждать, когда откроется все-таки аквапар, чтобы все увидеть, все испытать на себе. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Юрий Бабич, руководитель проекта, менеджер Центра реализации инвестиционных проектов, дивизиона Северсталя, Российская Ставель. Юрий Владимирович, спасибо, что пришли и рассказали нам обо всем. Спасибо вам. Это была программа «Точка зрения». В студии работал Михаил Фоменко. Увидимся в следующий понедельник в 19.10 на телеканале «Провинция РН». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин